А знаете ли вы, что такое ЗАТО? Как гласит история, на территории Советского Союза существовали города, получившие статус закрытых, где обычно размещались объекты государственной важности. Они имели название схожие с обычными городами, но с цифровой приставкой. Так, например, Арзамас-16 или Челябинск-45. Знать о существовании закрытых административно-территориальных образований, или как их называли сокращенно ЗАТО, могли только те, у кого был доступ к государственной тайне. Под строжащей секретностью там проводили научные испытания и трудились над созданием новых технологий в самых различных сферах – биологической, космической и военной. На самом деле, ЗАТО придумали не в Советском Союзе. Первый такой город появился в Великобритании еще в 1915 году, когда на шотландской границе открыли завод по производству бездымного пороха. В Советском Союзе подобная территориальная единица образовалась в феврале 1943 года, когда в Академии наук начались работы над атомной бомбой. Власти решили перенести производство в отдаленное от крупных городов место – в поселок Саров в Горьковской области, который был переименован в Арзамас-16. Сегодня это Нижегородская область России. С 50-х годов 20-го века количество таких закрытых объектов в стране росло в геометрической прогрессии. Например, был Свердловск-44, ныне Новоуральск, по производству высокообогащенного урана. Или Красноярск-26, ныне Железногорск, где производили плутонии и перерабатывали облученное ядерное топливо. Или Томск-7, ныне Северск, где добывали уран и плутоний. На карте эти населенные пункты не были обозначены, попасть туда или выехать оттуда было достаточно сложно. Но территорию пускали только по специальным пропускам или командировочным документам, которые проверяли на контрольно-пропускном пункте. В некоторые позволяли приезжать посторонним, но для этого нужно было получить приглашение от местного жителя, который должен был быть родственником, что, конечно, требовалось доказать. Постоянные пропуска имели лишь лица, прописанные в ЗАТО. ЗАТО. Население этих городов жило с охранным патрулем, за колючими проволоками и стенами, высота которых зависела от степени секретности ЗАТО. Официально их прописывали в ближайшем населенном пункте, но рассказывать об истинном месте своего проживания они не могли, так как давали расписку о неразглашении информации. Нарушение этого правила могло привести к уголовной ответственности. Но в их жизни были наряду и свои плюсы. Жителям закрытых городов полагались больше льготы и привилегий. У них был доступ к дефицитным товарам, высокая заработная плата, хорошее социальное обслуживание, высокий уровень медицины и образования. С развалом Советского Союза список таких объектов был рассекречен. Некоторые из них утратили свою ценность и превратились в обычные населенные пункты и гражданские объекты. Например, завод по ремонту подводных лодок в Крымской Балаклаве стал музеем. Перечень же оставшихся, многие из которых расположены в России, был утвержден специальным законом. Такие города, сегодня их в стране около 40, получили отдельные названия, уже без нумераций. Многие из них сегодня более или менее открыты для посещения, несмотря на особый режим защиты.